Так, ну что пишем, да? Всем привет, господа товарищи, дорогие друзья, уважаемые зрители, с вами, как всегда, на этом канале, хранитель памяти Вячеслав Радостев. Сегодня мы приехали на Жигаловское кладбище. Вот здесь вот такая замечательная церковь, красивая, близ подмосковного города Щелково, где покоится теперь уже модельер Вячеслав Зайцев. Многие мои зрители, подписчики, просили снять могилу Вячеслава Михайловича. И вот мы, собственно, с вами сюда и приехали. Для тех, кто не может посетить это место по тем или иным причинам, я вам покажу его виртуально на моем канале. Так, могилочка находится, Вячеслав Михайлович, прямо у входа, вот за елочками. Там по курсу у нас Щелковское шоссе. Вот сейчас вам все покажу и расскажу. Вот, собственно, могила Вячеслава Михайловича Зайцева. Вот так она выглядит. Ну, там вот въезд с Щелковского шоссе сюда, туда чуть левее Загорянский поселок, ну и туда в город Щелково. Сегодня 9 дней со дня смерти Вячеслава Михайловича. Поэтому мы с вами сегодня здесь находимся. Вячеслав Михайловича Зайцева Михайловича Зайцева. Она у Вячеслава Михайловича когда-то покупала какие-то костюмы. Так что, друзья, вот 8 утра, но приходят почитатели в могилочку к Вячеславу Михайловичу. Смотрите, как все цветочками, розочками здесь сделали. Я так понимаю, это все живые цветы, друзья. Естественно, конфетки оставляют. По традиции, да, печенюшки. Напишите, кстати, что за традиция еду оставлять. По библейским легендам сегодня самый трудный день для души. Сегодня душа покойного будет как бы общаться с Богом. Из библейских легенд. Опять же, мы, конечно, ничего из этого не знаем, да. Но вот по православным там легендам как бы, да. Получается, с 1 по 3 день душа где-то на земле возле родных находится. Потом с 3 по 9 день она... Если я не ошибаюсь, если ошибаюсь, поправьте меня в комментариях. В душе ангелы показывают рай. А вот с 9 по 40 день ангелы душе показывают ад. И потом будет суд, насколько я знаю. Вячеслав Михайлович, модельер. Кутюрье, как его называли. Называют. Теперь покоится на Жигаловском кладбище близ города Щелково. Еще раз напомню. Там Щелковское шоссе. Сюда въехали. Здесь стояночка. Без проблем припарковались. И прямо вот у входа его находится могилочка. Всем вам большое спасибо. То, что смотрите мой канал. Снимаю для тех, кто не может посетить данные места по тем или иным причинам. И чтобы вы приходили, навещали своих родственников умерших. Ставили вам свечи. Сегодня Вячеслав Михайловичу надо заказывать службу в церкви обязательно. Сегодня для его души очень важный день. 9 день со дня смерти. Вот здесь вот рядом с храмом. Мне кажется, знаете, вот замечательное место. Если уж умирать, да, и хранить, то рядом с храмом. Здесь, кстати, нет забора. Ну, точнее, забор есть. Но калитки никакой нет. Поэтому, собственно, можете приехать прямо с самого утра. Если кто, конечно, имеет такое желание. То есть не надо ждать открытия кладбища, закрытия там и так далее. Если вот, например, кто-то с поезда, кто-то с других городов, да, то есть, ну, это идеальное место приехать. То есть, вот, если взять Троекуровское, там режим работы, да, надо соблюсти. Там, по-моему, с 9 или с 8 открывается кладбище. То есть, что вот здесь вы можете на поезде, на самолете прилететь, взять такси. Ну, если кто, у кого-то желание, да, такое будет. И посетить без проблем могилу известного Кутюрье. Честно вам скажу, я далек от мира моды. Я в Измайлово родился. Это у нас такой провинциальный райончик в Москве, на востоке Москвы. Я, наверное, больше копничек такой, знаете, в Адидасах, как из реальных пацанов. Но ради вас, друзья, ради подписчиков, зрителей и ради тех, кто не может сюда приехать, да, по тем или иным обстоятельствам, я, конечно, на правах хранителя памяти показываю вам могилу. В 1938 году Вячеслав Михайлович родился в городе Иваново. Кстати, он чуть младше Владимира Семеновича Высоцкого. 85 лет прожил. Я считаю, очень нормально. Дай бог. Про каждому. Ну, молодец, зайцы. Не дурак. Я же скажу, что ты его дурак. Лучше, чем в Москве-то. Понятно. Женщина говорит, да, Вячеслав Михайлович не дурак, типа, выбрал хорошее место. Мне тоже нравится, это лучше, чем Троекуровская, да, например. Ну, здесь вот рядом с храмом очень хорошо. Хорошо. Ну, и многие проходят, обращают, конечно, внимание. Сразу же Вячеслав Михайлович и крестик поставили, да, и оградочку. И не надо, да, говорить, что там земля усядется, уляжется. Когда бабки есть, все сразу ставится. Без каких-либо вопросов и проблем. А земля и так усядется. Все правильно, все верно. Поближе вам сниму. Легендарному кутюрье от Первого канала, ребят. Вот столько венков здесь. От Андрея Малахова, Александра Митрошенкова. Великому кутюрье, слава Зайцеву. От депутатов Граффуддиновых, от Зураба Цереверителя. Светлая память. От народных артистов России, Бедроса и Филиппа. От Татьяны, Сержа какого-то. Хранить нашу с вами память о людях, известных и не очень, которые были с нами на этой земле. А сейчас ушли в вечность. Так, ну на этом, наверное, пока и все, друзья. Будем заканчивать небольшое видео свое, да. Могила великого, не побоюсь этого слова, мастера, кутюрье, модельера Зайцева Вячеслава Михайловича. Жигаловское кладбище, близ подмосковного города Щелково. Светлая вам память. Подписывайтесь, друзья, на канал. Ставьте лайки. Пишите свои комментарии. Хочу вам пожелать всего самого доброго и светлого. Радости и тепла. Быть добру и быть добрее. Нас не победить. И помните, воспоминания бесценны. Прощайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова